Давайте начнем. Мы в прошлый раз остановились на вашем мировоззренческом переходе, когда вы приняли христианство и вы говорили, что у вас тогда произошел слом поэтики, что вы сначала пытались найти какой-то новый язык для описания этого нового ощущения, вы не сразу могли его найти, потому что существовавшие языки вам казались слишком плоскими и слишком очевидными. Давайте поподробнее про это сейчас поговорим. Я правильно понимаю, что ваша первая книга, которая написалась после этого изменения, это была книга «Серебряные рыбы»? Изменения у меня произошло позже. После того, как я достаточно долго ходил в церковь и пытался писать романтические религиозные вещи, я понял, что я стал ходить по кругу. Я очень искренне и глубоко тогда верил, такие первые мои шаги были, и я пытался найти адекватный язык, я его найти не мог, потому что по природе у меня силен романтический посыл, это никак не сочеталось с трезвостью православной, а мне хотелось, чтобы сочеталось, и в общем я пошел по кругу. Я писал неплохие стиши, как я сейчас вижу, не все из них, я даже перепечатываю. Ну вот, например, поэму «Эль», да? Поэму «Эль», да, я написал тогда, и сам просто целая глава посвящена страстям Иисуса Христа. Ну там у вас еще достаточно сильное влияние броского, на самом деле, ощущается в языке. Ну ладно, может быть, не прямо глобально, но какие-то черты там еще, наверное, можно выделить. Наверное, потому что Бродский повлиял на наше поколение, на меня лично повлиял, и мне казалось, что я должен его преодолеть, выйти за его пределы. И думаю, что на лучших страницах этой поэмы религиозной моей, но она не совсем религиозная, мне удалось выйти за пределы влияния, ну, наверное, что-то там прослеживается. А вот как вы, ну, что вам все-таки помогло, в конце концов, как-то найти свой язык? Ну, вот уже совсем свой. Вы знаете, я тогда решил начать все с нуля. Я уехал из Москвы в деревню на всю осень. Уехал в глухие места. А это, вы знаете, в каком году было? Это, по-моему, был 98-й год или 99-й год, где-то там. Я понял, что я хожу по кругу, и я решил начать все с нуля. Я поехал на Валдай, в глухую деревеньку Гагрина, это километров 25 от города. И там сидел один с двумя собаками в течение месяца и пытался начать все с нового. Вы там сняли дом, получается? Да, да, избу. Да. Я взял с собой три книги Лену Шварц. Может, больше, но вот помню, Лену Шварц, Шекспира с Антонией Маклеопатрой и Парщихова «Выборная». А Лену Шварц вы тогда, ну, только недавно узнали, как поэтессу? Или вы давно уже? Нет, я ее, честно, меньше года узнал. А, понятно, понятно. А с Парщиковым вы тогда еще лично не пересекли? А, ну да, вы тогда еще не могли, да. Нет, с Парщиковым я был знаком. А, может, были тогда? Мы в 80-е годы познакомились у поэта и переводчика Александра Михайловича Реевича. Ага, да, да, я узнал, да. Парщиков сюда приходил, читал свои стихи, а я приходил сюда, читал свои. И я помню впервые, как он «Борцов» читал, и как это стихотворение произвело на меня сильное впечатление. И поэтому мы с Алешей уже были знакомы, но сошлись мы немного позже, как раз, когда я ему отправил новые свои стихи из Валдая, и он мне ответил очень горячо. Он жил тогда в Тюрьме, и я написал ему сюда посылку, послал Бандерой, и написал неправильный адрес, но письмо все равно дошло, это в Германии. Они нашли Парщиковых, и он мне ответил на это письмо, а стихи прочитал и переслал Саше Ильичевскому. Саша был в восторге, ну и Алешу очень высоко их оценил. А начинались они так, что я сидел в этой деревне и пытался что-то сочинить не так, как прежде. И тогда Алеша Парщиков, его стиль мне показался таким безыскусным, простым. И я себе сказал, ну вот смотри, человек позволяет себе писать откровенно, просто и плохо, по своим нынешним понятиям. Потому что по сравнению с тем, что я там писал хорошо, романтика, религиозные свои вещи, Парщиковых по сравнению с этими моими оценками, установками, писал плохо. И я себе сказал, вот давай пиши так же плохо. И я начал пробовать писать плохо, как Парщиковых. А почему вот Елена Шварц, Парщиковых и Шекспир, как вот эта тройка у вас? Ну как-то быстро собирался, показал книги, которые были у меня в сфере активного внимания. А Шекспира из-за моря, я очень люблю эту вещь, Антоний Калиопатовых, там много моря. Парщиков, потому что я его начал читать, как следует к самому времени. А Лена Шварц, потому что она мне напомнила Заболоцкого, и мне понравились ее совсем не чеканные строфы, не классические строфы. А такие как бы развалочку, немножко неуклюжие, немножко выбивающиеся. Я услышал за этим музыку. Но при этом у нее же тоже очень сильный религиозный элемент. Да, да. Не всегда мне близкий, потому что там все-таки, на мой взгляд, чертовщины много. Но у нее больше мистичные такие религиозные. Ну, я бы не сказал, что это высокая мистика. Это скорее такая околоцерковная мистика, около церковного быта она кружится, около земного быта. А такая высокая мистика, как там апостол Павел, или, ну, скажем, «Ангел Северский» или «Хондара Круз». Это все-таки совсем другое. Это куда более глубоко, куда более непостижимо. Вот. Но мне понравились ее стихи. И я сидел в этой деревеньке с собаками месяц. И мне местами было очень плохо. Я выл, потому что у меня ничего не получалось. Мне очень трудно было себя переломить, как бы сбросить старую кожу. Это было страшновато. И я все время ее сбрасывал, и все время от этого не ловил никакого удовольствия. И я чувствовал, что хожу где-то опять вокруг, заоколо, и никак не пройду туда, где мне было бы хорошо, где бы я почувствовал, что я на новой территории нахожусь. Вот. И я потом у Ливки прочитал, что он, когда затеивал большую работу, он приезжал на новое место, просил, чтобы там никого не было. И какое-то время он свыкался с тишиной и с тем, что он называл вслушиванием. То есть он вслушивался в эту тишину, в надежде разрешить там, ну, скажем так, изначальный звук по названию одной из его статей. Ему нужно было услышать первоподлинность. Вот знаете, как существует такая вещь, как онтография. Вот здесь онтология, сущность логоса, сущность смыслов, а есть онтография, сущность какой-то графемы. Онтография переводится как описание вещи или обстоятельства. Вот, например, комментарий Данте к собственным стихам, «Новая жизнь», это онтография. Он комментирует что-то несомненное, быстрействующее. То же самое, скажем, комментарий к книге Крисайской, и «З» – это онтография, потому что она комментирует с шестиуровневой гексограммы. Это некая визуальная модель, которая комментируется и расшифровывается при помощи слов. То есть, есть что-то подлинное, изначальное, что комментируется с помощью слов. Или расклад в «Карс Царо». Он комментируется, он изначально, он есть. Его не надо придумывать. Он наличествует, он настоятелен, он есть. И его описание за описание того, что есть. Я думаю, что с этим можно подойти к стихотворению. Есть некая подлинность, как расклад в «Карс Царо», и в какой-то смутной дымке, прежде чем поэт пишет, для него этот расклад присутствует. Он есть, он подлинный. Все остальное идет описание подлинности. Есть зацепка за подлинность, за то, что есть, за то, что наличествует, пусть еще в очень зыбких формах. И вот, к чему я это начал говорить? Мне очень было важно найти вот это нечто несомненное, то, что есть. В Рильфе было очень важно то же самое, сквозь тишину найти что-то подлинное, несомненное, а потом этот расклад «Карс Царо» начать описывать. А вы когда ехали тогда в деревню, вы уже знали, что у вас уже была изначально цель нахождения этой подлинности? Или вы тогда еще не мыслили она была, но она не была сформулирована. Потому что именно к подлинности я тянулся. Не только к романтическим каким-то образом, они неподлинные все. То есть для вас-то все-таки вот эта поездка, она была скорее задачей, ну, в первую очередь, наверное, нахождение себя, и потом уже через это ну, выезда. Да, да. И знаете, вот это вот в одиночестве месяц в деревне с собаками и в тишине, в прогулке, в прогулках в окрестностях деревнях по берегам озер было вот это присутствие собственно подлинного. Это очень трудно. в нем выгорает все лишнее я. Это болезненно. И даже Ильинка писал, такой созерцатель глубокий, что для него это болезненно. И я там выл, я отчаивался, у меня был колоссальный дискомфорт. И в конце концов, когда этот период кончился, и я переехал на следующий месяц в сам город Валдай, прорыв произошел. Я стал писать по-другому. Настолько по-другому, что когда я принес новые свои стиши в журнал в октябрь, у меня их не взяли. Мне сказали, ну это же совсем другой автор. Это было по-другому. Романтизм ушел, на первый план вышла метафора, такая живая мощная метафора. Это, я думаю, здесь мне пальчиков помогло. Первая книга после этого перелома какая была? Две серебряных рыбы на красном фоне. Я могу оттуда предложить предложить. предложить. Офелия. Я был Офелия, и я лежал в ручье. В груди моей половой раковины распевала на все голоса, словно семь ветров, семь сирен с белой грудной клеткой неслись в луче, и сквозь ребра мои восходили к небу глаза. Витая игулкая, она завивалась в пучок волос на затылке, и весь я был связан там светом, словно крестовый свод держит свет паучок, юрисманство не давая распасться претом. Я был Офелией, и я был плод любви, любая сделана в них плод, благуханный остров, вверху у плотины сражались и грызлись львы, скрипя как флюгера, рождая ос и монстров, я поло так лежал. На уровне лесков бежали сухо, задевая темя склянки и шарики пинг-понга, у носков они смыкались, лопаясь изнанки, выстреливая серями и осами, набитыми наполовину весом, как будто золотыми папиросами, рассеянными над ближайшим лесом. Я не принадлежал тому, что было там внутри, той полости чудной, тому, что пело. Я висал вокруг, как облако, лимонниц вокруг ванны золотой, и я был я, но не внутри, а около. Вот так и начинается свершение и музыка. Когда вначале внутрь входит то, что больше, чем ты сам, и разрывается, чем был ты, от печали, и вытесняет душу к полюсам, и север перламутр блестит на пляжке тушечке, и юга перламутр в волоспучке, пока заката у колена никнут сумерки, рассвет сияет на серге крышке. Я плыл гудя, как бумеранг напела, вибраций вышних, полая невеста, в гортанный красный час, неважно муж или дева, теряют косточку и замыкают место. На берегу крутом вверх лопастями сушились весла с творчезым гуртом, сбежавшись с творка к сворке и краями сливаясь в розу с приоткрытым ртом. Вот такие стихи я начал писать. А вот название этого сборника, оно имело какое-то конкретное происхождение? В общем, да, потому что я как бы переживал что при второе рождение я поменял свое имя литературное и стал подписываться с тех пор Андрей Тавров от две серебряных рыбы. Рыба это мой астральный знак. И поэтому как-то так вот астральный знак прикрепляет человека к времени и я решил переназвать немножко астральный знак в смысле знак зодиана понятно мы после этого когда у вас случилось да вы отправили это некоторые стихи парчикову как у вас потом начало врачу делать какие-то усилия чтобы вновь попытаться войти в какие-то литературные круги с кем-то завязать знакомство еще да как ни странно мне тогда помог Зима водильников мы с ним работали вместе на радио и несколько раз он меня приглашал в свои программы вот и я мне просто не с кем было посоветоваться что что мне делать дальше как мне начинать с нуля потому что все мои публикации это было одно стихоцвоение в антологии Евгения Евсушенко и не знаю где он его сделал и все и никаких связей у меня не было тогда Зима водильников за что ему благодарен мне сказал сейчас вот в кружках библиотеках в клубах собираются небольшие группки просто ходи я говорю ну я там никого не знаю ходи чтобы тебя видели я ему сказал чтобы я есть чтобы видели что я есть что я живой он говорит да ходи чтобы видели что ты есть что ты живой я начал ходить и я тогда попал к Кузьмину Лене Пахомовой еще в многочисленной тогда существовавшей в конце 90-х в начале 2000 нулевых какие-то заведения и потом но самый большой перелом был когда приехал Алеша Пашечков в Москву и он позвонил мне по телефону который я ему оставил я не дома жил и мы встретились и Алеша меня познакомил с Сашей Давыдовым главным редактором журнала комментариев с Сашей Ильичевским и еще с несколькими людьми с Володей Арестовым по-моему и эти контакты с Олей Зонберг он мне познакомил эти контакты сыграли решающую роль в моей жизни мы с Сашей Ильичевским одно время довольно-таки активно дружили пока он не уехал и пока Алеша Пашечков был жив вот и как-то в этом общении и самим Алеша я много общался в то время он был в Москве и сейчас приезжал в Москву и это дало мне очень много а вот иногда можно заметить какие-то прямые соответствия между тем что вы говорите и тем что Парчиков ну например пишет в своей эссоистике она ну вы тогда уже с ней были знакомы вот в это время я очень рад хотя вот попробую прикинуть где мы могли пересечься напрямую я этого не помню честно говоря но может быть каким-то подводным путем подводным путем да это прошло я очень рад любому параллельному мышлению с Алешей потому что Алеша человек совершенно умный он он просто образованный он очень умный он прекрасный интеллектуал и вещи он видел чрезвычайно глубоко поэтому все что к нему меня приближает ну помимо стихов скажем стихи хотя и вот он по поводу метафоры мне очень много помог узнать о ее возможностях вот все что связано с Алешей для меня крайне дорого а как вы с Вадимом Месяцем познакомились тоже через парчика он послал Вадиму Месяцу мои стихи не знаю как ему удалось он их мощный аксероксер размножил Месяцу послал и Месяца созвался ох ты за это же живой классик и поэтому когда Месяц приехал в Москву у Лены Пахом был вечер где я его увидел я подошел и поблагодарил его за отзыв с тех пор мы познакомились и постепенно постепенно очень постепенно у нас стали возникать какие-то общие дела общие идеи общие замыслы возник русский гулливер а вот как у меня на глазах да ну вот ну какой какая когда вот вы решали вот создавать русский гулливер гулливер какая-то ну сверхзадача или какая-то цель вот ну то есть вы может быть хотели создать что-то чего не было в то время да ну вы знаете первое что у нас тогда возникло и запечатать поэтов которых никто не печатает это первая была идея вторая ну а каких например поэтов сильных и саланцевых прежде всего вот сильных с таким ну мы себе запредставляли что типа борхеса будут такие поэтов вот библиотечка стоит все завтрашние тоники кто здесь есть пачехов верников зиньих жданов иван завызов уланов алексеев ермошина вишневерский шубинский вот эти авторы которых мы тогда стиши которых мы опубликовали а как вообще сложно было организовывать издательство этим больше Вадим занимался это конечно дитя Вадима потому что он и вкладывался у него был большой опыт американской общения с поэтами и опыт культуры треверства он вызывал русских поэтов туда к нему приезжали он их размещал огромную работу помимо всего прочего что Вадим это супер классный поэт еще не все это поняли Алеша Пальчиков его очень высоко ставил вот и это его дело прежде всего и столько в русский гурьер сколько Вадим никто не вложил он тогда писал свою фантастическую книгу Нурнберга такого языческого толка и многое начиная от прославления силы и кончая темами противостояния загнивающей цивилизации противостояния этой цивилизации культурного дикой парадокс доброго дикой но и жестокого который способен отряхнуть это увядающего древо цивилизации это тема она вошла в издательский план русского гурьера Вадима привлекало все как раз то о чем я говорил в антографии все подлинное все на что можно опереться все что можно описать и оно от этого не станет ни лучше ни хуже название издательства с этим тоже как-то было да это придумал Вадим название издательства и он придумал его по-моему давно еще до того как это издательство возникло довольно давно понятно а как вот вы говорите что вы хотели публиковать авторов сильных авторов которых не публиковали как вот вас самих когда вот вы тогда начали в этих кругах вращаться ну воспринимали ну я имею ввиду вне вот круга месяца арестова и парчика ну вам как-то было сложно общаться с поэтами далеких от вас стилей ну не чувствовали ли вы какого-то вот отторжения там или какой-то сложности вхождения в эту среду нет ну насколько вообще эта среда была как-то разделена на какие-то лагеря или это было что-то более перед ну так за этого не чувствовалось для меня все было интересно я напоминал себе ломоносова который сидит рядом с молодыми людьми и учится всему заново у меня перерос коломоносова мне уж приличные лет вы были сильно даст старше большинства да да мне было под 50 уже когда решил все начать заново и я просто смиренно себя таскал на эти вечера и у меня было очень сильное вдохновение что я смогу я возьму все лучшее я возьму все новое что я пропустил я открою для себя о чем пишет журнал комментарии он тогда много-много статей постмодерна печатал и я был очень вдохновлен этой задачей первая задача была на Валдаре найти новое письмо и вторая задача была найти вообще новый образ жизни в литературе и найти новую литературу для себя и открыть новые горизонты чисто теоретически и поэтому даже если я испытывал какой-то дискомфорт на этих вечерах где мало кого знал сначала я его преодолевал очень сильное было желание прорыва разрыва всех кругов по которым я ходил разрыва той начетнической нервизионной модели в которую я погрузился по макушку мне хотелось разорвать мне хотелось свежего я понял что многие поэты совсем неверующие они куда ближе духу созидательному чем тех кто пишет серьезные стихи я ясно увидел и они мне были намного интереснее а вот этот вот перелом о котором вы говорили вот когда вы были в деревне и так далее он был какой-то один такой очевидный или все-таки вот если брать ваш путь целиком до пытаться как-то его конструировать еще были и пожалуй что каждую осень каждую осень сопровождалась некоторым переломом и что каждая книга мне неинтересно писать так как я писал раньше мне каждый раз хочется меня спрашивают зачем ты собрание сочинений вставил самые ранние свои стихи я понимаю зачем затем же зачем в альбомы Ван Гога прости господи за такое сравнение или Пикассо вставляются их разные периоды начиная от юношеских вещей и кончая вещами кубизм реализм синий период голубой период экспрессионизм все это соседствует и я очень понимаю почему хорошо понимаю потому что это интересно ну то есть это именно как путь это показать да а про вот эти переломчики можно все-таки вот еще про какие-нибудь может быть более значительные то есть парщиков метафор дальше чтобы вы знаете дальше меня увлек Данте я стал писать огромный эпос который состоял из семи книг и назывался проект Данте для меня это была ключевая работа я понимал что вряд ли ее кто прочитает может один или два человека и найдутся но я не мог ее не писать там очень много метафор там очень много находок это работа восхождения это работа восхождения по сферам по которым восходил Данте духовно планетарным сферам я оттолкнулся от каббалистического древа сифирот с его символикой и она меня очень сильно вдохновила тогда эта работа каббала я имею ввиду тогда только-только стали появляться первые книги по каббале хорошие причем и я их зачитывал в Гадыр и мне казалось что это невероятно поэтичное Лайтман считает что каббала наука прежде всего а для меня каббала была интересна с точки зрения поэзии мезофорики и символики ну и конечно сам скелет сама структура восхождения по духовным планетам от земли до тех высот на которых слова уже ничего не значат когда вот сейчас все это показываю вспоминаю историю как к одному русскому профессору пришел в гости японский его знакомый и у профессора тоже много всего было по стенам развешано японец посмотрел на все и говорит зачем так всего много и я тогда я вам показывал вот эту женскую фигуру мне показалось что этого было бы вполне достаточно я ощутил такую внутреннюю тишину такой простор и такая вся сказанность к чему нечего забавить ну уж поскольку мы начали такая визуальная записная книжка вот это древосиферотка баллистическая о котором я говорил дева Мария она располагается вот здесь где черная длина вообще это зашифрованная картинка небесных сфер по которым восходил Данте вот это например земля с ее стишин дальше идет луна царинственная магическая планета с ее загадками дальше идет Меркурий дальше идет Мерцах Венера дальше идет Меркурий и так далее за самого неизвеченного света Божьего света источника всего эту жизнь можно записать как ряд концентрических кругов но суть в том что это не просто планеты это духовные планеты и у каждой из них есть свое качество или если медитировать на древо сифероз то открываются поразительные вещи глубинные любящие сострадательные сильные и невыразимые и когда я писал проект Данте особенно в первых пяти частях у меня герои двигались от земли в сторону фета в сторону перводвигателя в сторону сферы неподвижных звезд и в сторону неизвеченного фета вот этот портрет женщина голубой не репродукция модельяне а вот это голубой мама а кто ее сделал маму сделал ее второй муж мой отчим Михаил Аркадьевич Сузов очень талантливый художник лауреат Сталинской премии член Мосха и он сделал маму здесь уже ну наверное ей за 50 я думаю они прожили длинную совместную счастливую в общем-то жизнь и это Туинская плащаница мне подарил музыкант и художник Игорь Семенов это тоже мама в Болгарии я увеличил с очень маленькой некачественной фотографией это мне привезла Марьяна Ионова из Германии купила на улице крест украшенный розами это тоже она мне привезла в крестик Марьяна Ионова замечательная совершенно писательница и литературный критик а вот этот вот такой по детскому рисованию рисунок а это наша мечта мы хотели дом в Крыму как-то купить но руки честно не дошли купили в деревне дом это я привез из Греции на улице купил тоже Божью Матерь это из Иерусалима крест иерусалима она она вышла в 2014 я не помню она вышла нет не в 2014 плохо цифры Андрей Михайлович нам подарил ее уже в 2013 году значит она вышла скорее всего в в начале в начале десятых лет десять назад она вышла вот это была тоже новая страна потом параллельно я писал число слов Ахашвероша Ахашвероша это Агасфер у меня была такая идея я взял европейский миф это не иудейский миф поэтому не Ахашверош Ахашверош Агасфер который говорил что Агасфер не дал на крестном пути передохнуть из своего дома Христу из-за этого он будет не узнал Спасителя из-за этого он будет списаться по всему миру до тех пор пока не встретят его снова и пока его не узнают и вот возобновленный тем предчувствием встречи со своим творцом я писал эту книгу это книга Силы причем силы такой я бы не сказал что высоко духовной а такой стишинной силы земной силы и там много очень мощных стихов я потом от этого стал постепенно отходить ну и там конечно почему часослов потому что я оттолкнулся от великолепного часослова средневекового и там на каждый день на каждую неделю был какой-то святой на каждый месяц количество каких-то святых и я решил все 12 месяцев написать 12 я не затянул но я написал по-моему около 8 месяцев святых праздники святых праздники церковных событий евангельских событий я созвался почти на большинство из них это еще один период был и все они разные часослов серебряные рыбы и прагданты и потом уже я стал писать черпая немножко из таких авторов как Заболоцкий Лезенский как Хармс вот как все так прислушиваешь к их опыту а что вот в их опыте вы имеете ну как бы в этот их опыт описали бы ну вот вы говорили про то что деревня тогда вас Шварц впечатлил вот это вот такое стройная разорванность ее текст Шварц она сама много на абериотов Шварц ведь с самого начала для меня была близка к Заболоцкому и вот я в то время стал перечисывать Заболоцкого и меня очень заинтересовал во-первых его космизм его близость Саралковскин а Саралковскин я написал предпоследнюю поэтическую свою книгу передпоследнюю последнюю но если вы еще не написали то последнюю да вот для меня все это было одно поле космоса немножко такой игры слова немножко таких неожиданных очень явных сравнений но больше всего конечно мне были близки вот эти мировые стиши Заболоцкого о жизни о смерти мезофизической его стихи а следующая книга после Ахашверша это был Плач по Бэйку да? если они ошибаются мне трудно сейчас точно сказать нет была еще какая-то книга еще какая-то сейчас ну в любом случае можно ли сказать что вот что как раз после вот этих сильных периодов проекта Данте и Ахашверша вот вы начали двигаться в сторону более ну языка который менее эффективный менее эффективный который не боится какой-то неловкости который даже ее использует да то есть как к косноязычному скажем так да и когда я писал Плач по Блэйку я учился у Блэйка и у самого жанра плача я тогда раздумывал что плач это же высшее что может предъявить плакающийся вселенной вот с нее уже ничего не возьмешь кроме плача она плач это высшая подлинность это какое-то высшее слово плач ну звали наверное меня поймет хорошо потому что у нее многие стихи как-то перекликаются к жанру плача такого трагического античного плача вот и соединив учился я уже у самого Блэйка здесь мне было очень интересно как он структурирует свои вещи как он переходит с пунктуального перечисления оцифрованных афоризмов к классическому стиху и от тяжеловесных своих поэм к нересомым совершенно лирическим стихосвоениям к его тоже неуклюжему мезофизическому мышлению вот меня неуклюжесть завораживает вот как знаете женщина на каблуках она немножко неуклюже всегда но в звоне грациозной она как летает над землей она как яхта с высокой мачтей балансируется да или цирковой артист который идет по веревке а вот в десятые годы у вас не было какого-то чувства непринятия вас со стороны более молодых поэтов ведь как бы вот это метрористическая тенденция да ну она же ну на какое-то время можно сказать отошла назад особенно особенно когда начала большее влияние получать даже американская традиция нет не было я воспринимал это как вызов какой я смотрел я могу написать верлибры которые для меня были не менее интересны чем те верлибры которые пишут молодые люди тогда ну те кто собрались вокруг Кузьмина я писал такие верлибры и никто мне до сих пор очень нравится например перикол и еще а была книжка державе там было много верлибров как раз всяких умных верлибров мне это было интересно делать для меня это была одна из возможностей куда можно пойти и посмотреть а как же здесь живется а что здесь небо а что здесь ручей а что здесь человек а что здесь всадник для меня это было очень интересно мне вот сейчас менее интересно пойти сюда где дюплесси пишут или дюплесси как Саша Уланов произносит где вот эти современные американские университетские принцессы пишут как вот сейчас мне за меньше интересно стало потому что там нет исходного предмета там нет возможности онтографии там ум отталкивается от себя самого ну наверное там нету как раз и в том числе ну или по крайней мере часто нету вот тех самой той самой неловкости косноязычия тоже да там все очень потому что там очень много этой машинерии эффектности ну часто часто по крайней мере я просто предлагаю спросить вот если я еще раз вернуться к пути вот этому вот да с переходами переломами вот что сейчас как бы вы описали то к чему вы пришли и что вы делаете сейчас мне сейчас хочется подлинности дыхания по-прежнему изящной неуклюжести свойственной природе и мне хочется найти так чтобы вот эта тишина которая пережигает все лишнее все вычурное все слишком искусственное чтобы она была в моих стихах и чтобы была спонтанность как сказано роза не собирается свести и не раздумывает свести она просто свистет для меня очень важна древнефрицайская традиция и японская традиция стихосложения потому что там есть то что называется искренностью для китайца искренен восход солнца солнце восходит искренне вечер то есть искренне волны плечут искренне речка течет искренне стихи пишутся искренне вот эта близость к правде к природе близость к неартикулируемому подлиннику близость к тайному имени стихотворения которое является интеллинейшей всего шейса в которое погружено стихотворение всей совокупности факторов которое погружено стихотворение автор адресат трейзаж личность портретность размышления тайное имя стихотворение которое не произносится подтягивает все эти факторы к совершенству или как говорил Владимир Соловьев к царству небесному к очень простому свету царства вот это мне хочется вам никогда не было особенно после этого изменения тяжело совмещать свою восприимчивость свой поэтический путь и скажем так чисто чисто какие-то личностные перипетии или жизнь вне поэзии вы это как-то разделяли для себя или наоборот это все у вас было чем-то каком-то едином потоке поэзии почти не разделял потому что поэзия подобно дау подобно творцу все последние годы была фоном на котором происходит все что происходит вокруг на котором танцуют формы мира вот поэзия была таким фоном ну то есть это и вопрос к тому что в принципе сподвигает писать то есть что да да стремление к совершенству стремление к дау я долгое время верил что духовное возрастание делает поэта лучше сейчас я не уверен в этом и Пушкин всю жизнь мучился этим вопросом может ли слабая личность такая как импровизатор в египетских ночах быть большим поэтом выдающимся поэтом и он говорит да может и посвящен этот Чарский как этот жадный итальянец неряшливый итальянец импровизирует да как тот же вопрос в моцарстве и салье что моцар кто такой бродяжка ходит сам где-то вино пьет развлекается с нищими общается а такая музыка Пушкин этот вопрос сжег сжег как металл и Пушкин к финалу пришел к чему что надо духовно расти и тогда поэзия вырастет вместе с духом но ощущение что можно быть блестящим поэтом и не очень высокой личностью как например это было с мандрештамом поэт гениальный но не только с мандрештамом не только с мандрештамом и как это не было с Андреем Белым где личность чуть ли не превышала его поэтические возможности и личность и поэзия находятся не в жесткой связи и все-таки я верю что китайская поэзия где на первом месте стояла дау именно ей стоит подражать именно ее можно взять за ориентир потому что на самых больших высотах стихосложения интуитивно наши выдающиеся поэцы пробивались дау да это действительно очень сложный вопрос об этом соотношении а вот ваши близкие люди они вас как-то поддерживали на этом пути тогда ну вот например ваша жена например ну насколько я понимаю она же как бы не очень была близка к этим областям литература вот в этом не было какого-то разрыва или мои первые любимые женщины меня очень поддерживали на моем пути с первой своей женой я учился в московском университете где мы оба изучали филологию и она очень интересовалась и тем самым меня сильно вдохновляла и второй моя попытка семьи тоже была с человеком который сам писал стихи и стихи хорошие и сейчас вот с Леночкой мы живем довольно-таки долго и довольно-таки дружно она по-разному не интересуется она интересуется научно-фантастическими романами но она с огромным уважением относится к тому что я делаю вот такой расклад мне иногда не хватает конечно какого-нибудь замечания какого-нибудь наблюдения какого-нибудь поощрения ну что делать не у дольше жена его не числа по-моему но это вообще редко когда жены читают нет ни за резко ни за грязь не вообще читают стихи жива николаевич и не только читал и писал переписывал когда я просто хотел спросить когда вы написали текст как бы вот у вас как это происходит есть какое-то ну или по крайней мере как-то может быть раньше было было какой-то человек человек которому вы хотели бы это показать чтобы он то оценил или у вас всегда было какое-то внутреннее то есть понимали ли вы ну раньше ну вообще как бы это вопрос про весь этот путь как это может менялась в общем ценность написанного текста или вам нужен какой-то другой человек взгляд другого человека чтобы ну и другое я обычно понимал как за узачок за мимо и это как-то менялась со временем или всегда было ровно не менялась я некоторые свои очень простые стиши ставлю высоко а некоторые усложненные я вижу что они на грани вычурности находятся может быть через если проживу еще какой-то срок буду видеть еще по-другому но мне всегда нужны были люди и мне очень не хватает Леши Парщикова который отзывался на мои стихи коротко но очень точно а вот сейчас есть какие-то люди чьи мнения важно особенно в вашем творчестве Владим месяц может быть молодые ребята хотя я со шкирской всегда воспринимаю ну со шкирской возрасту и опыта литературном которые отзываются у вас обрадовало когда вот появились люди которые ну молодые ребята которые начали как-то продолжать эту традицию которую вы принадлежали да это очень вдохновляет вообще любой живой контакт с единомышленниками меня очень вдохновляет тем более что я не богат на такие контакты я еще когда был совсем юный я ходил к слудскому и я ходил к были Ахмазолиной общался с Санцокольским и все это для меня были какие-то максималистские события ну да несмотря на все мой юный цинизм я их ставил очень высоко всех для меня это были 60-е годы 70-е полубоги это уже более поздний стихий кончается на звезду престолов престолы это ангельский чин это ангелы Блейк младенец Вильям Блейк поит в дирижабле а дирижабль в другом поит дирижабле а тот вильям и Блейке странно если вглядеться фигура как снежный ком вывернуть в капли из садовой лейки и поместить в сферу неба откуда берется дождь Блейк идет в сторону Оксфорд стрит его спина в пламени замещает подскрызыша на дороге берет его на руки видит драконьи крылья но не отбрасывает а что за шепчет в ухо Вильям терстый калач сатана говорит Вильям это неправильное слово правильное форс сила и несет дитя в приют мимо трактиров набережных инвалидов мимо луж телег хлопающих калиток мимо служанок клерков грузчиков открытых окон видим идет как разорванный кокон ставший бабочкой в воздухе достоверном мимо матросов баров мимо таверны с государственным флагом славься и прав правь майами бабочка с выгоревшими бровями первая сфера англии ангел по имени сандальфон снег на него сыплется со всех сторон совесть это форма пространства и вещи у блейка на спине зажглись все свечи любовь это то что формирует формы гнет берег и губы но сидит за сник рыбацкой и шлюпой младенец умирает совсем синий но блейк занесет младенца он занесет младенца завернув свое сердце бум-бум свое сердце бум-бум одно и то же сердце для лошади рыбы и бабочки наших форм не видят ангелы все это бред собачий про нежных ангелочков язык смерти все что мы тут столь важно делаем и вещаем им неведом и сами мы им неведомы ангел видел сердце блейка что-то вроде безрукого и безногого инвалида в лучах плывущий обрубок что-то вроде пустой бальдарки на зеленой реке звезда престолов вот такое стихотворение одна из моих самых любимых книжек плащ по блэйку премия андрея белого за него получил вот вам вам казались вот тогда поэты которые придерживались другого атеистическое мировоззрение что они часто писали стихи более честные искренние какие-то быть истинно полноценные как бы чем а вот несмотря на то что вы пришли к этому пониманию вас в тот период не возникало каких-то изменений и у вас самих вот в религиозном восприятии восприятие вообще того как строится отношение с богом вот вместе с этим поэтическим переломом он как-то был как бы были какие-то изменения в мировоззрении или это были параллельно и очень сильные у меня я себя поймал уже на большом сроке хождение в церковь на том что подсознательно я воспринимаю бога как строгого директора школы с указкой который может по рукам так стягануть как следует меня это потрясло потому что на словах я совсем другие вещи говорил и тогда я во время молитвы стал говорить богу что я прости меня я воспринимаю вместо тебя своего врага это было страшно мне сказать потому что такой образ карающего бога он устаканился и утвердился у меня в сознании фундаментально довольно и выйти к богу любви заново оказалось довольно трудно довольно трудно но когда бывало совсем трудно он сам делал шаг на встречу и очень сильно помогал мне этим так что это Продолжение следует...